Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Можете мне дать совет, возможно ли изменить свой сценарий поведения? Мне 32 года, находясь в отношениях, когда возлюбленный идет к друзьям. И выпиваясь там, у меня начинается истерика, я так сильно расстраиваюсь по этому поводу, что он может изменить или начинает обманывать. Вообще такое поведение у меня началось еще с моих первых отношений, когда мне было лет 17-18. Молодой человек всегда хотел к друзьям один отдыхать, и я сильно обижался, и со временем начинал с истерики. Можем ли мне как-то проработать над собой эту ситуацию, чтобы так не реагировать? Ну, здесь, пожалуй, сразу хочется отметить, что вам дали 5 ответов уже на момент записи моего ответа. И, в принципе, как вы можете видеть, все ответы, в общем-то, они, ну, как бы повторяют друг друга в этом смысле. И если за то время, которое прошло с момента публикации вашего, ну, вашего вопроса, вы до сих пор как бы не решили его, то есть, у вашего вопроса нет, пометки решен, вот, то, соответственно, ну, видимо, вас не устраивают ответы. С другой стороны, с точки зрения психологии, во-первых, советы давать, ну, не то, что может психолог. Вот, психологи не дают советы, психологи помогают человеку разобраться в себе. Дальше. Пока непонятно лично, на мой взгляд, что именно прорабатывать. То есть, ну, вот вы говорите, что у меня начинается истерика, я боюсь, что может изменить или может обманывать. Да, вот, я сильно обижалась, когда молодой человек уходил, то есть, с вами что-то происходит. И, например, начинается какой-то конфликт у вас. И этот конфликт, именно этот конфликт, вы не раскрываете. То есть, вы не раскрываете то, что фактически с вами происходит. Ну, в момент вот этой ситуации. А это очень важно. Это очень важно, потому что это то, чем вы живете. Это ваша психологическая жизнь. Это непосредственно ваши переживания. Но, обратите внимание на то, что вы с ними делаете. Вы, их, по большому счету, просто не раскрываете нам. Вот. Вы говорите, что у меня начинается истерика, меня могут изменить, меня могут обманывать. Как вы к этому пришли? Благодаря чему у вас именно такая позиция? Да? Не я? Необходимо понимать, что даже в первых отношениях, скорее всего, мы имеем дело с определенными следствиями. Уже. То есть, это не причина. Вероятно, что-то в ваших первых отношениях нанесло вам травму. Да. Но, что это было конкретно, сказать невозможно сейчас, наверняка. Потому что это могут быть, это может быть и травмирующий опыт. Если вас, например, оставляли часто одну. Это и травмирующий опыт, например, связанный с обманом. То есть, вот такая привычка, да, такая особенность восприятия лжи. То есть, я ложь воспринимаю, грубо говоря, как личное оскорбление. Тут важно заметить, вследствие чего вы воспринимаете ложь как личное оскорбление. Понимаете ли вы, например, механизмы лжи. То есть, понимаете ли вы то, как человек приходит к тому, чтобы лгать, к тому, чтобы врать и так далее. Вот. То есть, эти моменты, они как бы остаются здесь неясны. Вот. Могут быть проблемы с самооценкой у вас. Могут быть проблемы с, ну, каким-то вот восприятием себя. Могут быть проблемы. Могут быть проблемы с того, что в целом вы, может быть, нереализованы. Ну, то есть, вот вы сами, да, по себе нереализованы и слишком сильно, например, цепляетесь за, ну, за молодого человека своего. Вот. Слишком сильно, ну, как бы, привязывайтесь, привязывайтесь к нему. Вот. То есть, вот такой, такой момент тоже вполне может быть, такой момент тоже вполне может, скажем так, присутствовать. Но, эээ, пока, пока что, это всё только до, эээ, домыслы. Пока что, это всё лишь только предположение, это всё лишь только пока, эээ, теория. Во. Там ещё нужно с вами поговорить. В конце концов, эээ, здесь может быть история про то, чтобы, а вы, эээ, чуть ли не целенаправленно, да, целенаправленно. Эээ, отталкиваете от себя мужчину этими истериками, боясь, что, ну, боясь сближения. То есть, ну, вот, вот, эээ, просто, да, вы можете бояться сближения. Просто, да, вы можете, эээ, бояться близости. Ну, как бы, с, эээ, ну, с человеком. Вот. Может это быть? Может, может, конечно. Вот. Поэтому, тут нужно смотреть. Тут нужно смотреть на то конкретно, как вы выстраиваете взаимоотношения с мужчиной. Вот. А, эээ, страх измены, это отдельная сторона, связанная, эээ, зачастую, эээ, с тем, что человек, сам, эээ, ну, вот. Сам человек. О себе думает. То есть, вот вы себя, эээ, в глубине души, эээ, достаточно сильно обесцениваете. Очевидно. И это, эээ, как бы, вот, вызывает ревность. То есть, ну, страх измены. Ну, вот. То есть, обратите, пожалуйста, внимание на то, что, эээ, вас, ээээ, саму, ээээ, как бы, ну, посещают эти мысли. А помните, что вам могут измениться. Это ваши мысли о себе. Вот. Вы, ээээ, вы эти мысли, ээээ, транслируете. Вот. Если у вас в детстве был такой опыт, ну, то есть вы видели, как изменяли, например, ваши родители, или вы видели, что, допустим, они часто обманывают друг друга, к примеру, то вас это тоже могло травмировать. То есть в целом, ваше восприятие отношений, ваши ценности в отношениях, приоритеты, которые вы себе ставите в отношениях. Вот. Все это нужно выяснять. А сейчас, как бы, это, ну, вот, серьезная проблема. Серьезная проблема – это выяснить. Там еще ничего о вас не известно. Вот. Еще один важный момент заключается в том, что вы упоминаете такую историю, как сценарий. Ну, то есть вы говорите про сценарий. И это вот тоже весьма интересный аспект. Откуда вы узнали это слово? Слово сценарий, да? Вот. Как он у вас этот, ну, вот сценарий появился. В, ну, в лексиконе ваш. Следующий момент. Как бы, ну, нет ничего критичного. В том, что вы так реагируете. Ну, вообще, ну, вообще говоря, да. Главное – то, как вы это обсуждаете. И обсуждаете ли вы это с молодым человеком? Понимаете? Ну, вот. Ставите ли вы его в известность об этом? Например, предупреждаете вы его, вы его, вы его об этом или нет? Ну, да. То есть как вы обращаетесь с тем, что представляет из себя ваша реальность, в которой вы живете? Это важно. Это тоже очень важный аспект. Подумайте обо всем этом, сформулируйте обратную связь, и с нее начнется ваша психотерапия. Желаю вам всего самого доброго! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...